так друзья всем привет вы на канале сделай сам в этом видеоролике мы продолжаем строительство бани а именно будем переходить к этапу это пароизоляция пола подготовка пола к обрешетке будем сделаем также обрешетку что в дальнейшем можно было уже сделать черновое основание план работы какой у нас первое это я уже пробежался убрал лишний мусор который мог помешать бы пленки второе это надо все замерить я уже все замерил у меня сюда уйдет два ковра пленки длиной по 680 то есть один кусок трехметровый и 2 дальше объясню почему так то есть затем мы это все проклеим скотчем пробьем степлером запилим досочку 20 на 150 сухую строганную для обрешетки шаг доски у нас будет 300 миллиметров посмотрим то есть под шаг osb листов и в дальнейшем будут укладываться osb листы 12 миллиметров соответственно начнем по порядку пленка у нас а вот такая синенькая это у нас пароизоляция си шп от компании строй живи рулон у меня большой на сто тридцать пять квадратных метров когда мы разворачиваем рулон и потом еще разматываем сторону ширина пленки достигает трех метров то есть это важно с помощью такой пленочки мы экономим наклейкой ленты очень хорошо то есть нам помимо пленки также нужен будет скотч то есть я проклеиваю в данном случае скотчем дельта и используя вот такую пленочку друзья то есть сейчас вы увидите когда я буду разматывать она сразу полбани мне закроет половина то есть я буду экономить на вот этих стыковочных швах потому что обычная пленка у ширина сколько там полтора метра метр сорок метр шестьдесят а тут у нас три метра тем самым мы экономим много денег на скотч и особенно если мы покупаем качественный скотч там дельтовский какой нибудь он сейчас стоит за рулон не знаю 2 2 200 2 500 как найдете где достать такую пленку в описании под роликом я оставлю ссылку по которой можно перейти и вы попадаете сразу на официальный сайт на котором можно рассчитать количество рулонов необходимое потому что рулоны бывают как 135 метров квадратных так и 75 то есть один потолще второй поменьше тут уже зависимости от площади которую вам надо пара изолировать на этом сайте вы указываете свою площадь вам калькулятор примерно рассчитывает количество рулонов и примерно рассчитывает количество скотча внизу вы увидите всю цену пленки плюс там вам припадет бонусом скидос также в этом же калькуляторе вы можете указать точку доставки транспортной компании и калькулятор также вам автоматически рассчитает стоимость доставки важный момент чем больше вы заказываете рулонов скотча это вообще идеально когда у вас там сосед строится знакомый друг то есть там двоем-троем сразу заказывайте больше объем вы получаете больше скидку так что имейте ввиду поэтому друзья не будем тянуть кота за хвост уже вторая половина дня надо приступать к работе а так друзья давайте вам немножко расскажу как идет процесс то есть мы уложили два ковра пароизоляционной пленки вот он заходит на стеночку нахлёст центре он кончается потом второй ковер вон туда хвост закинут наверх надо будет потом его подрезать но это потом по центру проклеивается скотчем дельта зеленый скотч обычно он на бумажной основе используется во всех местах не влажных участках то есть обклеивать окно обклеивать душевую парную когда уже стены будут но в парной будет вообще фольга а вот душевая будет уже красным скотчем дельта он уже на другой основе подходит к влажным помещением все закладные выведены также обклеены что все было герметично напили на доска получается по краям пускается вот такая одна сбоку вторая сбоку но ее там нету не хватило и потом уже вот такие доски пускаются по 540 у меня шаг пока не выставлен просто накинуто чтобы ходить я сейчас вообще хожу босиком чтобы грязь не заносить потому что это всякие жучки бактерии и так далее надо просто чистую обувь от тапочки занести соответственно доска будет укладываться шагом примерно 300 миллиметров то есть у нас каждая четвертая доска на 4 доске у нас будет стык osb я уже прикинул посчитал как это все будет выглядеть то есть укладывается целый лист еще один лист еще половинка тут у нас будет стык usb а с будем оставлять зазор пошел следующий лист то есть у меня не хватило 5 досок то есть нам надо еще 2 6 метровых и 4 4 метровых ну буквально 5 досок то есть я прикинул потому что у меня еще есть немножко остатков как картошей поэтому завтра я докуплю и будем продолжать покажу вам полностью подготовку всего пола чернового чтоб можно было уже ходить плясать и веселиться закладную трубу надо будет залезть под низ вытащить пленочку завести на стеночку сделать отверстие вычить трубу и ее также обклеить чтобы было все герметично вот такой процесс уже выглядит аккуратно чистенько хорошо так что с такой пленочкой вообще отлично вот видите один стык если было бы обычная пленка то у нас был бы вот здесь стык вот здесь стык вот здесь стык то есть а так видите мы экономим саму ленту что очень удобно так что вот так продолжаем работать вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть все четко. Я думал, что ОСБ листы приедут завтра-послезавтра, но они приехали сегодня. Так как я их не ждал, ко мне приехал товарищ, я попросил его сразу затащить окна сюда вовнутрь, потому что они тяжелые. Вот одно уже распаковал и начал потихоньку устанавливать. Не знаю делать об этом целое видео или нет, в принципе ничего сложного. Я думаю, либо запишу короткометражку какую-нибудь, сейчас пару окон поставлю, одно останется и на одном, может, все более подробно расскажу. Потому что есть свои нюансы, моменты, но пока не будем на это зацикливаться. Поэтому я потихонечку начал таскать листы. Сейчас сколько сюда влезет, растелю, потому что там у нас есть трап, надо запиливать под трап, тут у нас трап. Сейчас хотя бы просто накидаю, чтобы можно было, во-первых, спрятать под крышу листы USB, и во-вторых, расстелить, чтобы заняться окнами. Потому что окна, либо придется переставлять их, они тяжелые, зараза. Можно как бы сейчас просто слой USB постелить, прибить с пистолета и переставить окна, и застелить полностью пол. Будет там вообще, конечно, шикарно, танцпол, можно будет уже устраивать дискотеки. Ну, короче, сейчас посмотрим, как проет процесс. Пленочка также везде проклеена, все окей, все обходные трубы сделаны, все проклеено везде. Так что все как надо. Поэтому продолжаем работать. Так, друзья, ну давайте немножко подведем итог. Я отдышался, затащил я все OSP, то есть 12 миллиметров, 10 листов. Пока не раскладывал, потому что надо зарезаться под канализацию, то есть плюс стоят окна, они мешаются. Поэтому полы пока выглядят вот так, в принципе, ничего сложного. Забегая наперед, могу сказать следующее. Листы OSB в данном случае, в моем случае, я буду крепить с помощью пневмопистолета на 32 гвозди. То есть буду использовать кровельные гвозди. У меня она толщиной 12 миллиметров. Забегая наперед, я уже говорил, возможно, повторюсь. Это у меня будет черновой пол для будущей стяжки пола, в которой будут уложены трубы теплого пола. Если бы я этого не делал, то есть не было бы у меня тут стяжки, допустим, просто там под плитку или под ламинат, или под линолеум, то я бы взял бы, скорее всего, 15 или 18 ОСБ, ну, OSP плиту, да. Также я бы все доски, которые вот эти, обрешетку прибивая, я бы ее на лаги уложил бы в спененную такую ленту, то есть и потом бы прибивал бы обрешетку. И когда крепил бы ОСБ, я бы также промазывал бы либо жидкими гвоздями, либо клей-герметиком, на крайняк можно ПВА клеем, водостойким Д3, чтобы весь пол был монолитно прижат к лагам пола. Чтобы в будущем там ходить по ламинату, по линолеуму, не было никаких скрипов. Так как у меня будет стяжка, это все стянется под большим весом, под нагрузкой и тоже будет все хорошо. Просто я говорю вам варианты, которые, ну, мало ли кто будет делать, тоже себе пол в доме там, не знаю, в дачном домике, там, в банке, еще где-то. Но не будет использовать такой пирог, как у меня. Имейте в виду, что по лагам, раскатав пароизоляцию, по каждой лаге пускается такая демпферная лента вспененная. То есть потом уже укладывается только обрешетка, пробивается гвоздями, тем самым она прижимается к доске и немножко ароматизирует. Далее, укладывая листовой материал, будь это ОСБ, будь это фанера, то есть обязательно надо промазывать либо герметиком, либо ПВА-клеем. То есть и помимо того, что вы ее прикладываете, приклеиваете, также надо пробивать либо гвоздями. Как я и сказал, гвозди я буду использовать 32 мм вместе со шляпкой. Шляпка съедает 2 мм, то есть общая длина тела 30 мм. ОСБ у нас 12, обрешетка 20, у нас всего 32. То есть гвоздь будет идеально сидеть в дереве, при этом он не будет выходить снаружи и не рвать нам пленку, пароизоляцию. Тоже учитывайте этот факт. Также не забывайте, если вы вдруг заранее делаете трубы в обрешетке для воды, то есть водопровод, всегда фотографируйте, чтобы потом, делая монтаж ОСБ или фанеры, не пробить трубу гвоздем. Тоже обращайте на это внимание. Вот снимая видеоблог, это вообще идеально. То есть когда я строил свой дом, я снимал полностью все этапы. И когда мне надо было что-то посмотреть, где у меня труба, коммуникация и электрика, я открывал видос. И сразу видел всю картину, где у меня проходят какие коммуникации. Поэтому всегда полезно сфоткать, снять на видео, а еще лучше вот рассказывать вам. Потому что я уверен, кому-то это пригодится. Дальнейшие действия какие? Буду потихоньку разбираться с окнами. То есть сегодня попробую маленькие окошки поставить. В принципе ничего сложного. Есть много нюансов, но я думаю, расскажу в одном из следующих видосов. То есть на каком-нибудь одном окне. Сейчас пока просто закреплю, хотя бы расставлю, чтобы освободить место за пеню. А уже потом, когда будет отделка, я уже более подробно вам расскажу. Потому что есть два вида монтажа окон. Можно на пластины, можно на саморезы, на дюбель-гвозди. Можно наклеивать пленку с двух сторон, которая склеивается с ветрозащитой и с пароизоляцией. Можно все это делать с помощью герметика. То есть много нюансов, своих таких хитростей. Но я думаю, все подробно вам расскажу. Поэтому, друзья, чтобы быть в курсе событий, в первую очередь подписывайтесь в телеграм-канал. То есть там я публикую то, что уже на сегодня. То есть убегая, забегая наперед, а еще не опубликовалось на ютубе. И также залетайте в группу ВКонтакте. Там много полезных чертежей, проектов. То есть может каждый для себя что-то найти полезное. Ну а я пойду дальше бодрачить, делать окошко. Надо немножко освободить помещение от окон, чтобы можно было застелить пол. Чтобы был готовый черновой пол. А дальше уже можно будет утеплять стены, крышу, закатывать в пароизоляцию, делать обрешетку. Плюс у нас угол там парная, надо вставить окно. Окно я купил. Там будет угол закатываться в фольгированную пароизоляцию. То есть много интересного, много нюансов. Все покажу, все расскажу. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всех люблю. Всем удачи. Пока-пока.